Системами беспилотного управления, транспортом в школе информатики Vector++ заинтересовались в 2015 году. Поначалу дети только пробовали свои силы, совмещая полуигровой формат с реальными задачами. С каждым годом ребята росли, а вместе с ними развивался и сам проект. Незаметно для себя ученики Vectora из простых школьников превратились в настоящих разработчиков. Успели представить свои идеи на разных концах земного шара, собрали массу престижных наград и даже обзавелись собственным автомобилем-беспилотником. Эта история заслуживает отдельного упоминания. Как-то раз ребята из Vectora решили поучаствовать в областном конкурсе. Одним из организаторов этого конкурса являлся завод «Газ». И исполнительный директор Гюнтер Хайден восхитился нашей работой. Мы в итоге договорились о том, что нам будет дана машина «Газель» для таких испытаний. В основе беспилотника лежит система компьютерного зрения. Именно она позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться, выполняя заданные маневры. Как рассказал один из ведущих разработчиков проекта «Вектормобиль» Максим Бушуев, перед командой стояла непростая задача – научить искусственный интеллект быстро и точно ориентироваться в пространстве. У нас есть камера, она получает видеоизображение какое-то. И вот на нем нам нужно найти какие-то объекты и определить, ну, что это за объекты. Будь то дорожные знаки, будь то пешеходы или другие водители, или будь то тоже бордюр. Еще один не менее важный аспект работы касался управления транспортным средством. Не будем забывать, что в распоряжении ребят из «Вектора» был обычный автомобиль с рулевым колесом. И этот механизм тоже было необходимо как-то роботизировать, сделать автономным, независимым от человека. Совместно с некоторыми мастерами мы изготовили как раз устройство для манипуляции автомобилем. Я написал для него программу, чтобы оно могло взаимодействовать с компьютером, с алгоритмами, которые тоже были написаны. К полевым испытаниям беспилотника ученики «Вектора» приступили в августе. Автомобиль тестировали на территории технопарка «Саров», где он успешно выполнил все поставленные задачи. Провез человека, вписался в поворот и преодолел змейку. Следующий заезд проведут уже в зимних условиях. «Будем отрабатывать, как машина себя поведет на заснеженной дороге, и также про видимость разметки. В дальнейшем мы хотим ввести, чтобы она, грубо говоря, сама дорисовывала разметку, когда, допустим, край дороги заснежен, и разметку не видно, или же прямо на дороге. Она, чтобы сама понимала, какая здесь разметка должна быть». Несмотря на успех своего проекта, воспитанники «Вектор» не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайших планах провести уже городские испытания. Как рассказал руководитель школы информатики «Вектор плюс плюс» и Грюточников, власти пообещали оказать всю необходимую помощь. Константин Перевозчиков, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.